Огромная массивная структура в стиле классики это и есть институт Франклина. Человек, который действительно для Филшиделфи такой своеобразный образец и своего гражданского служения, и той мудрости, которую он проявлял в своей жизненной практике. Здание Сити Холла для Америки очень своеобразное в Филадельфии. Использование архитектуры французского возрождения с элементами такого викторианского украшательства, немножко опять же, поскольку французское возрождение в стиле Третьей империи, сделало эту огромнейшую структуру, так 700 помещений, очень своеобразно красочный, даже для Филадельфии, тут не совсем правильно, можете меня при этом упрекнуть, будет сказать. Но даже какие-то элементы для этой классической архитектуры соседних зданий, барочный характер этого здания. Но перед ним, сейчас мы к нему постепенно приближаемся. Прямо перед ним, вот там, где вы видите уже одиночный фонтан, маленький парк. Он так и называется, парк любви. Это очень маленькое, характерное для филадельфийских, вообще американских вариантов, зеленое пространство. Но я всегда смеюсь, что даже три дерева могут называться парком. Это исключительно здесь принято. Какие обозначения, названия? Хотя особо нет. Но вот мы туда должны будем в конечном итоге с вами подойти, и вы тогда увидите, как это все оформлено. Сейчас, двигаясь вперед по городу, вы будете иметь возможность... Как располагаются и как выглядят улицы местного даунтауна? Они тоже застроены довольно высокими, и таким, я бы сказала, не очень веселящими внешним впечатлением зданиями, но этой темноты какой-то коридорной такой узости нью-йоркских территорий финансового центра на уровне там какой-нибудь Уолл-стрит или там этот самый... Господи... Вильям-стрит. Здесь уже вы не увидите этого. Во-первых, очень четкие прямые пространства деления уже более свежего, современного. Вот прошла одна из таких улиц даунтауна. Дальше мы, когда будем с вами выезжать в старый город, вы еще будете видеть несколько таких вот городских пространств. Когда-то много зданий слева от нас, по ходу нашего движения, принадлежало китайскому городу этого пространства городского, а сегодня он постепенно уменьшается. Самое смешное в этой части вот это для меня наличие вот этого огромного здания Сиди Холла и рядом здание, которое занимают местные бюрократы. Можете себе представить? Не хватает им этих 700 комнат, они еще здесь расположились. Сейчас тут очередной ремонт. А с правой стороны очень, мне кажется, приятная прищепка. Вот именно такая прищепка в моей жизни была исключительно использована. Видите, как эффектно она здесь в этой зелени на фоне этого современного дома выглядит. Любят филбилфийцы свою территорию украсить какими-то вообще непонятными сооружениями вот такого новомодного характера, объяснение, которым каждый видит свое, а авторы обычно называют так, как они считают нужным. Вот сейчас мы с вами окажемся в створе улицы, одной из тоже таких лукоцентральных улиц, широкой улицы, она так и называется просто. И вы посмотрите вот такую именно архитектурную идею в этой части. Потом будем на другом районе города увидеть, что город предлагает там. Редко американцы здания вот типа филбилфийского сити-хола на своих городских пространствах ставят. Здесь это такая оригинальная идея. Рядом с этим домом город в очень почетном месте имеет другое важное для себя строение. Он уже, этот дом открывается. Видите, как бы загораживая нам дорогу вперед, это здание главной масонской ложи Пенсильвании. Первым масоном в этих местах был Бэм Франклин, масонами были и Джордж Вашингтон. 14 американских президентов из 44 были членами разных масонских лож, а некоторые были даже гроссмейстрами. Но бывали и смешные истории, когда президентом был Трумэн. Гроссмейстром ложек, которым он прилежал, был его садовник. Вот эта улица, которую я вам рекомендовала, как обратить на нее внимание сначала и перспективе, потом мы ее с вами будем иметь возможность увидеть и более поближе. Игорь Негода Вот смотрите, мы как бы объехали, оставляя все время слева направо, мы объехали здание этого городского центра, сити-кола, и опять же здание для бюрократов оказалось теперь, потому что с другой стороны от нас, не слева, а справа, впереди. Мы сейчас здесь выйдем и совершим вот такой небольшой здесь проход, вы посмотрите, где и какие.